Муравей ползет по линиям сетки. Когда он дополз до узла, обязательно поворачивая налево или направо. Докажите, что если в конце концов он вернулся в исходный узел, то его путь, количество пройденных отрезков, делится на 4. Например, чтобы обойти квадрат сетки по сторонам, нужно как раз 4 шара. Так, господа, давайте я, во-первых, все-таки примерно покажу какой-нибудь муравья, и после этого мы обсудим. Вам в тетради все в 100 раз легче, потому что вам не нужно рисовать квадратную сетку. Мне чуть-чуть тяжелее, но ничего, справлюсь. Исасиныч, смотрите, можно сделать... Вот есть муравей, а есть призыв в муравье, который будет бегать вокруг квадрата. Да. Если муравей вернулся... Стоп, 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 подожди. Итак, есть точка 1. Представьте себе, что он вышел, скажем, из начала координат, и там 0. И когда он был здесь, он сделал 0 шагов. Сделал первый шаг, да? Потом, скажем, второй, третий, четвертый, вернул сюда, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый, восемнадцатый. Нормально? Девятнадцатый, двадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, Ребята, я иду достаточно произвольно, поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь. 35, 36, 37, 38, 39 и здесь в 40-й точке. Видите, я осуществил такой маршрут и действительно на 40-й шаг вернулся в точку, с которой иначе. Разумеется, я мог вернуться гораздо раньше. Я мог, это в книжке написано, скажем, просто пройти, смотрите, 0, 1, 2, 3, 4, пожалуйста. Или мог сделать несколько оборотов. Или мог сначала отойти, там вариантов много. Ну, кто объяснит, почему? В книжке подсказка такая, что если вернулись в исходную точку, то должны были вверх сделать столько же шагов, сколько вниз. Логично? И вправо должны были сделать столько же шагов, сколько влево. А? Да. А почему? Почему шагов по горизонтали сделали столько же, сколько шагов по вертикали? Это бы нам на самом деле полностью решило задачу. Объясняю почему. Шагов вверх столько же, сколько шагов вниз, значит вертикальных шагов четное число. Согласны? Влево столько же шагов, сколько вправо, значит горизонтальных шагов четное число. Так? Отлично. Ну, а мы каждый раз меняем по мнению. Ребята, представь большой-большой круглый стол, за которым сидят люди, мужчина-женщина, 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 мужчина-женщина. Вы понимаете, что в таком случае мужчин будет ровно столько же, сколько женщин? Да. Если у вас происходит чередование белое-черное, 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 да? То автоматически белого столько же, сколько черного. А у нас здесь ровно такая ситуация. Мы сначала делаем шаг в одном направлении, потом в трепетикулярном, потом опять, да? Вот, значит, смотрите, как здесь идем по горизонтали от нуля-черное, по вертикали от один из круглых. По горизонтали, по вертикали, по горизонтали, по вертикали, по горизонтали, ну и так далее. Горизонтали и вертикали, че ведутся. И поскольку мы возвращаемся в точку нашу, у нас количество, значит, еще раз, вертикально четное, количество горизонтально, четное, и они должны чередоваться. А когда у нас чередуются объекты, то количество либо равно, либо отличается на единицу. На самом деле такая возможность есть, что, скажем, у вас цепочка белое-черное, белое-черное-белое. Семь штук. Но тогда одного из этих цветов будет нечетное количество. А у нас не так, у нас четное. Все поняли? А теперь второй способ, это то, что хотел Коля сказать. Расскажешь? Дух, который ведет. Ну давай-давай. Про привидения. Так, ребята, Гарит, вы прочитали? Да. Отлично. Да, все. Тихо, вы не будете тогда бояться. Там же было привидение, да? Вам сейчас тоже не было. Так, Коля превратился в привидение. Давай. Ну, если вы что-то. Смотрите, когда у меня есть муравей, он идет. Первый ход, он вместе со своим привидением идет в одно направление. Да. Второй. Он так-то куда-то поворачивает и стоит сюда. Муравей настоящий. Муравей настоящий. Но его привидение всегда поворачивает сюда. Повернули. Дальше. Муравей как-то идет. По горизонтали. По горизонтали. Повернули. Дело такое. Коля, для привидений нужно нарисовать отдельный квадратик. Да, да, да. Это будет гораздо лучше. Потому что дух, так сказать, такой вот должен быть в другом месте. Договорились? Да. Первый ход привидения. Ноль, один, два, три, четыре. Привидение бегает, поэтому поправь. Бегает. Все. Проследите, пожалуйста. За четыре хода привидение повернуло на 360 градусов. Да. Так, теперь давайте подумаем, как обойтись без слова привидения? Как-то хотелось бы... Можно любому слову. Его жена. Нет, нет, нет. То, что можно вместо слова привидения сказать видение или сказать там желтая бумажка, это замечательно, но это не меняет суть дела. Нет, ребят, как четче, как это понятие? Называется это вот как. Рассмотрим остатки от... Помодульщик. Нет, не помодульщик. Остатки абсциссы и ординаты от деления на два. Согласны? Так, все, спасибо за это. Я давайте еще раз всем объясню, потому что, ребята, это важная штука. Вы смотрите, на эти картинки давайте я отмечу кружочками те точки, у которых абсциссы и ординаты – это четные числа. Это получается такая вот решетка. Видно или нет? Да. Вот. Замечательно. Давайте я отмечу как-то по-другому, не знаю, там, крестиком. Когда абсциссы нечетные, а ординаты четные. Ну, господа, посмотрите. Это тоже решетка, только сдвинутая на единичку вправо. Замечательно. И смотрите тогда. У меня здесь есть кружочек, у меня здесь есть треугольник. Ну, давайте придумаем еще значочек. Например, такой вот треугольчик, указывающий на нашу точку. Когда обе координаты нечетные. Все понимают идею? Да. Когда обе координаты нечетные, то у нас получается такая картинка. Замечательно. Это когда обе координаты нечетные. Ну и те, которые я не отметил, соответственно, это четвертый цвет, да? Вот. Соответственно. Можно еще выбирать? Да, да. Что хотите? В общем, я думаю, что все все поиграют, да? Между прочим, с этой картинкой связана совершенно замечательная конструкция. Называется «Кривые драконы». Придумал ее замечательный американский математик и программист Дональд Кнут. Я давайте сейчас два слова об этом скажу, потому что конструкция совершенно замечательная. Подробно не буду. Между прочим, много лет назад я полностью разобрался с этой задачей. Мы были уже готовы абсолютно даже написать красивую статью и так далее. После чего этот проект так и остался нереализованным. Ничего страшного. Просто надо жить долго и все доделаем. Господа, значит, у Дона и Дональд Кнута такая замечательная была идея. Отрезок. И за один его конец этот отрезок поворачиваем на 90 градусов. Кстати, есть два варианта. Повернуть его по часовой стенке или повернуть его по часовой стенке. Ну, давайте, например, получится вот такой. Согласны? Кстати, в данном случае не так важно, потому что если повернули в другую сторону, то получится такая же картинка, только... Так что на этом этапе еще отличие нет. Хорошо. Теперь берем за эту точку, поворачиваем на 90 градусов. Получается так. Согласны? Нет. Замечательно. Или вверх. Сейчас. А могли повернуть еще как? Относительно той же точки. Могли повернуть так. Да. Отличие есть или нет? Да. На самом деле уже есть. А именно, отличие в том, за какую точку дальше мы будем поворачивать. За эту или за эту. Понимаете? Угу. Замечательно. Ну, хорошо. Например, повернем за эту точку на 90 градусов по часовой стрелке. Что у нас тогда будет? Здесь была такая штучка. При повороте она станет такая. Так. Слушайте, я уже сам даже запутываюсь. Это станет горизонтальным. Это станет вертикальным. Помню так. Согласны? Нет. Шучит, нет. Шучит, нет. Вот эта штука повернулась. Но, вообще-то, мы могли ту же самую штуку повернуть не так, а вот так. Что тогда предойдет? Этот уголочек перейдет вот в такую. Согласны? Да. И получится вот так. Или это одно и то же? Пока одно и то же. Если правильно переводить, то... Это что? Да, да, да. Это пока одно и то же. Как не идет. Хорошо. Хорошо. Это мы за какую точку поворачивали? Мы поворачивали вот за вот этот конец, да? Хорошо. Теперь берем, поворачиваем за вот этот конец. У нас на самом деле опять два варианта. А у нас опять два варианта. Придется мне их рисовать отдельно. И у нас есть такой повшик. И мы поворачиваем против часовой стрелки. Что? Воздушный змей. Что? Воздушный змей. Вот так, да? Согласны? Да. Против часовой стрелки идет так. Кстати, тут важная вещь. Лучше рисовать чуть-чуть загнутые, чтобы было видно, что из чего получилось. Понятно, да? Итак, вот сюда идет. Сюда идет. И потом так. Сюда идет. И потом куда? Вниз. Вверх. Вверх? Вниз. Хорошо. Вниз. Вниз, конечно. Вот. Вниз. Так, отлично. Это я поверну вот эту вот конструкцию против часовой стрелки. Теперь я ту же самую конструкцию. Давайте разбираться. Вы уже поняли, что вот эти конструкции одинаковые. Так. А эти конструкции нет? А? Да. Эти конструкции одинаковые. А между собой они одинаковые или нет? А? Нет. Нет. У с собой они, конечно, разные. То есть уже возникло два варианта. Отлично. Теперь. В каждом из этих вариантов вы можете опять повернуть на 90 градусов. А вот можно поворачивать на... Если я буду то же самое проачивать, или на 60, 120, 180. Нет, 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 нет. А я сейчас объясню. Такой вот, ребят, вот интересный вопрос. Может ли кривая дракона по одному и тому же месту пройти два раза? По одному и тому же отрезку? Нет. Слышите, а почему? Не могу. Это самый первый вопрос, который возникает, когда ты начинаешь думать на эту тему. То есть то, что кривая дракона может в одну и ту же точку прийти два раза, это, согласитесь, очевидно. Правда? Нет. Замечательно. А может ли кривая дракона пройти по одному и тому же отрезочку? Два раза. Интересно, а почему да? Смотрите, вот здесь точка, она кричатой бумаги. Есть какой-то отрезок? Да. Что такое, что они совпали? Да. То есть при повороте? Да. Они совпали при повороте. Что здесь? При повороте на 90 градусов отрезок какой-то перешел в отрезок. Почему бы нет? Вот, ребят, оказывается, что это вполне замечательная задача. И оказывается, что вот эта вот конструкция кривых дракона, она действительно интересна. Нет, 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 у Шиня это не рассказано, ребят. Дело в том, что там нужно много картин отрисовать. Понять, почему кривая дракона, заметьте, пожалуйста, при любой последовательности поворотов. То есть вы можете, только каждый раз надо брать за один из концов и поворачивать, хотите по часовой, хотите против часовой на 90 градусов. И все равно полученная кривая ни по какому отрезку не пройдет два разных. Один отрезок, правильно? Помните или нет? Потом из него что возникло? Такая, да? Замечательно. А сейчас давайте я вам покажу вот что. Если у вас есть кривая дракона, ну вот, например, то вы можете взять и пройти вдоль нее на каждом отрезочке, нарисовав равнобедренный прямоугольный треугольник. При этом надо все время то с одной стороны, то с другой его откладывать, да? Сейчас я с этой стороны, теперь с другой. Теперь опять. А не должен был совпасть? А? Совпасть два-триугольник. Нет. Я все время откладываю в эту... Не, я говорю, прикладывай. Да. Там. С этой стороны, с другой, с этой, с другой, с этой, с другой. Вот. Если я наоборот начал бы вначале так, то у нас получилась бы другая кривая. Оказывается, что вместо того, чтобы брать за конец кривой и поворачивать, можно рисовать вот такие треугольные. И оказывается, что вот именно эта конструкция, это ключ вот к этому доказательству.